У Равина звонит телефон. Кто говорит, Аарон? Откуда ссор ягуды? Нужны ваши лекции по Талмуду. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да листов это пять или шесть. Больше ему не прочесть, он у меня еще маленький. А потом позвонила Хана. Можно в борщ положить сметану? Браво! Борщ без мяса, но кубик бульона. Что, такие нельзя позаконить? Браво! Потом позвонила Тегора. Что мне лучше взять для Марора? А потом позвонила Сроэль. Срочно нужен хороший Моэль. Потом позвонил Борис. Есть кошерное средство от крыс? Потом позвонила Циля. Я забыла, как вы учили. Если дверь в обе стороны разъезжается, где Медзуза тогда помещает? Телефон без конца гремит. То семит, то антисемит. То хасит, то просто аид. Ра в себе не принадлежит. А к полудню Шим Шаселей. Позвонили из Калеля. Неужели в самом деле Галахани по Гелелю? Там понять мы не сумели, чтоб живого мы не ели. Гоям тоже так велели? Вы бы умели, Шим Шасель. Не на сто втором листе ли. Мы находим параллели. Из пророка Даниэля. Даже львы его жалели и не съели, а согрели. Вы бы лучше не голдели, а на будущей неделе приходили бы и сели, мы бы вместе посмотрели. Но не слушали, шумели, не ушели. В самом деле, что ж мы там не доглядели, а пора бить Шмаэлю. Вот такие Шим Шасели. А потом позвонила дама и устроила сцену прямо. Гнев пытается скрыть испуг. Муж совсем отбился от рук. Говорю, я куплю свинину. Он в ответ, позвони Равину. Вот звоню, а зачем, не знаю, я всегда ее покупаю. После этого вдруг звонит и траумный один талмит. Если месяца сарамита, как элул из Пфомов Давида. Некогда воды напиться, шаха из брит, бейтин, барбитсва, левая хупа, страница из Танаха, при ценицах бейтмалон на шабатон, лекции, Минхумарев помолиться, лекции, Талмуд традиция, наконец домой явиться, деток спать, с женой мириться, выслушать и согласиться. Полчаса, чтобы помолиться, почта, веб-ответы, сон. Если смог, нет телефона. Браво, 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 браво. Браво, браво.